Шалом! Что это такое, он поясняет на примерах избрания праотцев. Ицхака, а не Ишмаэля, и Иакова, а не Эсава. И в обоих случаях выбор Господа остановился не на первенце, что было бы естественно, а на младшем сыне. Разница между этими двумя ситуациями в том, что в то время как сыновья Авраама рождены разными женщинами, старший родился от рабыни египтянки, а младший от жены, дети Ицхака рождены одной и той же матерью, причем были даже зачаты одновременно, а не близнецы. И как пишет в своем комментарии Давид Стерн, Шауль подчеркивает этот факт для того, чтобы заострить важный момент. Если еще Ишмаэль мог лишиться завета Божьего из-за того, что его мать была рабыня, или египтянка, или из-за обоих этих факторов, взятых вместе, то уж Яков не имел никаких исходных, так сказать, преимуществ перед Исавом. Они были не только рождены одной и той же женщиной, причем законной женой Ицхака, но и зачаты в одном и том же половом акте. И о том, что избранником Божьим станет младший, то есть тот, кто появится на свет там тремя минутами, грубо говоря, позже старшего, их матери было сказано еще до родов. У них совершенно одинаковые стартовые условия, они еще не родились, то есть еще не успели проявить себя с лучшей или с худшей стороны. За что же, спрашивается в задачке, Господь предпочел одного другому? Ответ напрашивается такой, а не за что? И Шауль формулирует этот ответ так. Дети еще не родились, ничего не успели сделать ни хорошего, ни дурного, но Бог сказал ей, что старший будет слугой у младшего, чтобы показать тем самым, что выбор его свободен и не зависит от заслуг человека, а только от призыва Бога. Чтобы Божий замысел осуществлялся по усмотрению самого Бога и зависел не от их дел, а от призывающего их, говорится в переводе Стерн. Идея тут понятна. Бог выбирает, отталкиваясь исключительно от собственных соображений, которые не имеют ни малейшего отношения к нашим добрым или злым поступкам. Его выбор никоим образом не связан с нашим поведением. Точнее, наше поведение не навязывает Богу его выбор, никоим образом не обязывает Бога к тому или иному выбору. Он в своем выборе совершенно свободен. Независимость действия Божьего от нашего поведения Шауль в данном случае называет благодатью. В 11 главе он пишет так. По избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Здесь он фактически говорит, что есть два полностью противоположных и взаимоисключающих подхода. Благодать и дела. А лучше сказать, благодать и заслуги. Суть благодати в том, что она не заслужена и дается исключительно по свободному желанию дающего ее. Заслуги же обязывают к воздаянию. И тут уже о свободе воздающего никакой речи быть не может. Короче говоря, Яков был избран потому, что Господь сам так решил. Вот так захотел. И все тут. По той же самой причине был избран Ицхак, а не Ишмаэль. И очевидно по той же самой причине, по избранию благодати, по собственному выбору Божьему, который совершенно свободен, никак не обусловлен заслугами человека или отсутствием он их, тот или иной человек верит в Ишуа или не верит в него. Про отцы избраны. Мы с вами избраны, если мы верим в Ишуа, то есть идем за ним. И есть те, кто не избран. И вот тут нас подмывает задать пару вопросов. Во-первых, где справедливость? Где равенство? Где свобода? Одни Господь избирает себе, и они образуют его избранный остаток. А тех, которых он не избирает, что с ними остаются во грехах своих? Почему? Чем они хуже нас? Ведь все мы грешники, происшедшие от общих прародителей, от Адама и Евы. И уж спасать так всех. Как же так? Что это? Лицеприятие у Бога? Фаворитизм? Одни по необъяснимым причинам ему полюбились, понравились, и он их избрал. А другие, тоже грешные, такие же грешные, в той же степени грешные, не понравились и останутся без него навеки. Во-вторых, по этой схеме получается, что жизнь человека предопределена до его рождения. Да и Библия, собственно, и не стесняется говорить о предопределении. Такие тексты Нового Завета, как Римлянам, 8 глава, 29-30 стихи и 1 глава Эфесянам, говорят о верующих, что Бог предопределил усыновить их себе и быть подобными своему сыну, Мессии Ешуа. Ну а если так, то мы кто? Мы марионетки, да? Они свободные люди. Когда мы угождаем Господа, это просто потому, что Он нас предопределил к этому. Когда не угождаем, так это тоже потому, что предопределил не угождать. То есть не предопределил угождать. Ну вот, и нам ничего другого не осталось, как быть шлопаями. Так что за что нас тут осуждать? Все решает предопределение, то есть, попросту говоря, судьба. Фатализм. Вот наша жизненная позиция. Кому что на роду написано, а то еще до рода, как мы сейчас с вами читали и слышали, то и будет личная ответственность и инициатива. Это просто нонсенс, потому что никакой свободы воли у нас нет. Мы не свободны. Свободен лишь один Бог. Свободен дергать нас за ниточки. Ну и вообще делать все, что ему вздумается. Шауль, естественно, оба эти вопроса предвидит. Как же он на них отвечает? Давайте посмотрим. Я читаю стихи с 11 по 24. Дети еще не родились и не успели, ничего не успели сделать, ни хорошего, ни дурного. Но Бог сказал ей, старший будет слугой у младшего, чтобы показать тем самым, что выбор его свободен и не зависит, и зависит, простите, не от заслуг человека, а только от призыва Бога. Как говорится в Писании, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же из этого следует? Что Бог не справедлив? Ни в коем случае. Моисею Бог сказал, кому захочу проявить милосердие, к тому проявлю. Кого захочу пожалеть, того пожалею. И так все зависит не от желания человека и не от его усилий, а от милости Бога. В Писании Бог говорит фараону, Я для того возвысил тебя, чтобы через тебя явить мою силу и имя мое сделать известным по всей земле. Итак, Бог кому захочет, будет милостив, а кого захочет, ожесточит. Ты меня спросишь, как он может в таком случае кого-нибудь винить? Разве кто в силах противится его воле? Но кто ты, человек, чтобы спорить с Богом? Разве скажет горшок горшечнику, зачем ты меня таким сделал? Что, разве горшечник не вправе из одной и той же глины сделать и дорогой сосуд, и простой горшок? А если Бог, желая показать свой гнев и проявить свое могущество, долго терпел сосуды гнева, которые обречены на уничтожение, для того именно, чтобы явить все безмерное величие своей славы по отношению к сосудам милости, предназначенным для славы. И эти сосуды милости мы, нас он призвал, и не только из евреев, но и из язычников. На вопрос о том, несправедлив ли Бог, Шауль отвечает, ни в коем случае. То есть, теми же словами, что и на вопрос о том, отвергли Бог свой народ Израиль. То есть, конечно же, Бог справедлив. С кучей восстанавливательных знаков. Но как Шауль аргументирует свой ответ? Чисто по-человечески его аргумент неубедителен. Он цитирует отрывки дорог, в которых Господь говорит по сути так. Кого захочу, того помилую. Фараона поднял, чтобы себя прорекламировать. Мы ждали доказательств справедливости Бога, а нам говорят о том, что он делает все, что хочет. Да еще и ради саморекламы. Создается такое впечатление, что Бог, он вселенский архиегоист. О какой справедливости тут, простите, можно вести речь, когда имеешь дело с такой личностью? Да не о чем говорить. Конечно. Но это так лишь при условии, что полная свобода воли чревата опасностью. И сознательно привлекать к себе внимание, однозначно чревата нескромностью. Думаем мы так, потому что сами слишком хорошо сознаем свой собственный эгоизм и тщеславие. Однако в Боге нет ни того, ни другого. Он хочет просто, чтобы мы познали его. Потому что он любит нас и хочет быть любимым нами. Потому что без познания его жизни просто нет. Ведь жизнь это он и познание его. То есть единение с ним в его любви. Это раз. Два. Нам очень трудно принять мысль о том, что мы глина в руке горшечника. Пускай даже глина, имеющая некоторую меру свободы. Что есть такой творец, который не подотчетен никому. Просто потому, что над ним никого нет. Но которому подотчетны мы его создания. Что он полностью в своем праве решает, что делать с нами. Со своими творениями. И на вопрос о том, какое Бог имеет право судить нас, Шауль отвечает встречным вопросом. Кто ты, человек, чтобы спорить с Богом? Этот аргумент основан на соотношении сил. Мы не на равных с Богом. Мы в разных весовых категориях. Шауль использует этот аргумент также в первом послании Коринфской общине, убеждая ее членов не участвовать в языческих ритуалах. Он пишет, неужели мы пытаемся вызвать у Господа ревность? Неужели мы сильнее Его? Почему Шауль прибегает к такой аргументации? Потому что спорить и с Богом, и друг с другом можно бесконечно. Как всемогущество Божье сочетается с нашей свободой воли? Это вечная тема, над которой люди ломали и будут ломать голову дальше. Наш разум ограничен. И поэтому нам кажется, что полновластье Бога несовместима с нашей свободой. Однако эта несовместимость только вот здесь, в нашем собственном уме, который приучен думать лишь об ограниченных, конечных существах. А Бог безграничен. И поэтому может обладать полнотой власти и абсолютной свободой, не лишая и нас хотя бы меры свободы, а потому и не снимая с нас некоторую меру ответственности. Разводить дебаты о предопределении занятие, на мой взгляд, непродуктивное еще и по той причине, что это понятие предопределения встречается в Писании в считанных стихах. Поэтому я предпочитаю говорить не о тех, кого Господь предопределил, а о тех, кого Он избрал. Далее. На примере Израиля мы должны понять, что это избрание означает миссию, призвание служить другим людям, что признак избранности – это не постоянное самоутверждение в ней, не громкие провозглашения и не длинные рассуждения о ней, а сосредоточенность сердца и ума на Боге и том, что Он делает, чтобы сотрудничать с Ним в Его деле. Наконец, пример с фараоном, которого нам всем так жаль, ведь Бог взял, да и ожесточил его сердце. А ведь какой хороший был человек-то, сколько добра людям сделал. Тут нужно сказать три вещи. Во-первых, хотя о том, что Бог ожесточил сердце фараона сказано ясно, давайте не забудем, что Он и сам ожесточил свое сердце, о чем в восьмой главе книги «Исход» написано дважды. И глагол «ожесточить» там стоит действительно в активном залоге. То есть не только Бог его сердце ожесточал, Он сам делал это. Во-вторых, зачем Бог сделал это? От скуки? Прозвлекаться? Или же преследуя вполне конкретную цель? Явить себя? Да, возможно, мы предпочитаем, чтобы Он показывал нам не свои казни, а свою милость. Однако без понимания Его строгости и Его судов мы никогда по-настоящему и милость Его не поймем. В-третьих, какие выводы мы хотим сделать на примере истории с фараоном? Что каждый, кто не хочет слушать нас, когда мы рассказываем о Ишуа, ожесточен Богом, так как это было с фараоном, и предопределен на вечные муки. Такой вывод будет совершенно ложным. Нам не дано знать, кто из наших слушателей Каяфа, составивший заговор против Ишуа, а кто Шауль, встретивший Ишуа на дороге в Дамаск. Однако мы можем быть уверены в одном. Независимо от того, хотят они этого сами или не хотят, но и Каяфа, и Шауль служат Господу. Каяфа пророчествует о смерти Мессии, сам того не понимая. Шауль проповедует Мессию, прекрасно понимая, что делает. Почему? Потому что Бог на то и Бог, чтобы разыгрывать выигрышные комбинации в любой партии. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Озиев Сиона Присоединяйтесь к нам Присоединяйтесь к нам